Несчастный случай произошел прямо здесь. Девушка едва не погибла, упав с помоста летней террасы кафе. Сейчас здесь установлены металлические ограждения, но за технику безопасности по-прежнему никто не отвечает. Отдых на свежем воздухе на берегу моря закончился для 30-летней одесситки Елены Голубенко трагедией. Ее муж Виктор Перфилев описывает, как и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Его рассказ появился на многих одесских информационных сайтах. Мы только сели в кафе, заказали хот-доги и шампанское, потом решили поменяться местами, так как Елене сильно дул ветер в лицо. То ли она стул больше, чем я отодвинула, то ли что, но тут же вместе с ним упала спиной назад, на бетон. В тот день на летней террасе никаких огораживающих конструкций не было. Елена сидела прямо возле выступа и упала с высоты вместе со стулом на бетонное покрытие. Она чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. Спинка перебила ей позвоночный хребет. Я подбежал к ней, она была в полубессознательном состоянии. Из головы текла кровь. Говорила, что не чувствует ног. Скорая ехала примерно полчаса. Встретиться с нами Виктор не смог. Сейчас он сутками дежурит у палаты своей жены. У Лены семилетний сын. Он знает, что мама в больнице, но о том, что возможно, она никогда не будет ходить, ему не говорят. Когда трагедия на Лонжероне уже произошла, мэр Одессы во время аппаратного совещания распорядился убрать опасное кафе с пляжа. Правда, почему-то отложил это на следующий год. В этом сезоне приоритетом для Геннадия Труханова стала не безопасность людей, а обустройство набережной новой плиткой. А пока несчастный случай на побережье вызвал всплеск возмущений в сети интернет. Как мэрия проверяла готовность пляжей к курортному сезону? Что это за проверка? Здесь нагнуть надо не только владельцев кафе, но и не забыть тех, кто дал разрешение на работу экстремального кафе. Есть же какая-то техника безопасности или уже нет? Тут еще вина и тех, кто принимал и давал заведению разрешительные бумаги на эксплуатацию. История вполне может повториться. Эти хилые ржавые трубочки – это не ограждение. Если на него опереться, последствия будут непредсказуемые. Пока пострадавшая девушка находится в отделении нейрохирургии. Еще несколько миллиметров, и спиной мозг был бы полностью перебит. Елена пережила сложную операцию. Шансы, что она снова будет ходить, по прогнозам врачей, невелики. Капец, когда были плиты, столы вмонтированы, и все нормально было. Кому надо было, ели, кто купался. Нет, надо было понастраивать кучу дополнительных этажей для кафе. Местный совет совсем обалдел от толчности, желание заработать на земле. Раскурочили там все. Мало им бесконечных стоянок у Нема и Лонжерона вообще. Оборзели. Все готовы продать. Это еще и вина тех, кто отобрал у людей возможность проводить время за бетонными столиками. Сначала Аркадий уничтожили, где любили отдыхать одесситы. Затем решили, что бесплатное сидение за бетонными столами одесситам тоже ни к чему. Пусть раскошеливаются за возможность дышать морским воздухом. И такая забота об одесситах на каждом шагу. За соблюдением техники безопасности в кафе на побережье одесская мэрия не следит. Заведений под открытым небом в этом году стало в три раза больше. Они хаотично расположены впритык одну к другому. Некоторые находятся под обрывами. Отдыхая здесь, лучше не расслабляться.